Ярким и красочным праздником в этом году совершился проект «Цветущий город». Итоговое мероприятие, конкурс и награждение победителей прошло на площади Светолова. Цветочным настроением на празднике насладилась и Мария Пазеева. Я из бересты плела косичку, а еще мы сделали аппликацию. Такую необычную цветочную композицию подруги Настя и Лиза сделали вместе. Берестину тюльпан юной волокжанки научились делать на мастер-классе во время праздника «Волов доменяется к лучшему». 8 сентября на площади Федулова не только назвали имена победителей городского конкурса «Цветущий город», но и подготовили для волокжан настоящую цветочную феерию. Трудно было не остановиться около прекрасных цветущих фей. Среди них и Наташа. Только сегодня у модели другое имя – плакучая Ива. Ее платье изготовлено из листьев черемухи, а шляпа украшена ветвями березы и бархатцами. На цветочной выставке – композиции вологодских ребят, учащихся городских образовательных учреждений. Благодаря им волокжане смогли увидеть распустившиеся лапти, старые самовары и плетеные корзинки. Педагоги Дворца творчества детей и молодежи вместе со своими воспитанниками из цветов изготовили земной шар, на котором цветами изобразили гербы России, Вологодской области и Вологды. 2013 обозначен как годом окружающей среды. Здесь собрано более 500 стаканчиков пластмассовых. И в каждом стаканчике, можете посмотреть, в каждом стаканчике посажены цветы. В этом году мы опять высадили более 3,5 миллионов цветов. И вот здесь представлены тысячи композиций, которые сделали и дети, и молодежь, и наши пожилые вологжане. Все предприятия, организации, спальные предприятия, все очень замечательно, все здорово. Я думаю, что все вологжане очень довольны. Цветущему городу в этом году 5 лет. И праздник в честь первого юбилея самого красивого городского проекта, насыщенный и творческий. Маленьких гостей ждала развлекательная программа на детской площадке от городского клуба «Идеальная мама». Вологжане постарше смогли посетить ярмарку, где приобретали саженцы цветов, различный садоводческий инвентарь. Настроение поднимали и яркие творческие номера. Кроме этого, вологжане участвовали в мастер-классах по филейно-гиперной вышивке, изготовлению с тканей кукол и кружевоплетению. Обучали всех желающих, руководили кружков Центра забота. Самой популярной на этот раз стала техника канзаши. Подходят молодежь и пожилые тоже, спрашивают. Мы показываем мастер-классы на изготовление вот таких лепесточков. Ключевым событием праздника, конечно же, стало награждение победителей конкурса «Цветущий город». Среди 300 вологжан жюри определили лучших по семи номинациям. И главный секрет успеха, говорят победители, – те эмоции, которые они получили от такого значимого и важного проекта. Мы очень рады. Я думаю, весь детский сад очень доволен результатом, потому что участвовали все, старались. Я хотел бы высказать искренние слова благодарности всем участникам, кто сделал этот великий праздник, красивый, очень полезный, с воспитательной точки зрения. Среди подарков в этом году микроволновая печь, электронная книга, принтер, садовая фигура, элитные саженцы и многое другое. Но главный итог проекта – красивая и ухоженная Вологда. И, конечно, такой масштабный цветочный праздник, на который пришли более 4 тысяч жителей и гостей города. Вообще такое сделали нам удовольствие всем вологжанам. Просто вообще прекрасно такой праздник. Очень понравились танцы, венский вальс. Вообще это обалденно. Украшения очень красивые, нравится. Оригинальные вот эти вот тетеньки, маслиницу вспомнили сразу. Ну и концерт. Нравится. В эпидемальной системе 5. Удивительные цветочные композиции, яркие номера, необычные конкурсы. Главную оценку всему этому поставили сами вологжане, а вернее их нескончаемые улыбки. А это значит, что в душе вологжан их любимый город будет свести до следующего года. Ведь они уверены – Вологда уже изменилась к лучшему. Я люблю тебя, мой город!